Удар с левой ноги. Помню, как в прошлом сезоне он забил потрясающий гол со штрафного ворота локомотива. Но и в обороне он, конечно, хороший тактически, подкованный. И в плане бойцовских качеств, такого характера, у него полный порядок. Марио Фернандес, штрафное падение, пенальти. Но на этот пенальти шел Марио Фернандес, конечно, грубейшая ошибка защитника. По-моему, это болгарин Петер Занев, капитан команды. Здесь сыграл неаккуратно. И отскок был в пользу Марио Фернандеса. Ну и посмотри, как грамотно Фернандес поставил спину. Ну, какие вопросы? Да, действительно, эту позицию он выиграл. Он находился на скорости. Занев здесь, в любом случае, реагировал, уже был сзади. И даже такого легкого касания было достаточно для того, чтобы человек скорость набравший потерял равновесие. Это пенальти. И обрати внимание, что не пипрос на отход. 11-метровый исполняет. И Сергей Игнашевич. Обрати внимание, что ЦСКА еще ни разу пенальти в этом сезоне не бил. 13-й тур. А Амкар ни разу его не получал свои ворота. Внимание! Игнашевич против Селихова. Удар и гол! Вот это опыт. Ну, а это гроссмейстерская была пауза от армейского ветерана и опытного игрока Сергея Игнашевича. Смотри, как он без нарушения, да, притормозил перед ударом. Отправил Селихова в один угол. А мяч аккуратненько упаковал в другой. Еще раз смотрим. Сам же Игнашевич эту передачу и делал на Мария Фернандеса. Но опять здесь, по-моему, никаких вопросов пенальти не вызывает. Разбег, легкая пауза, шаг и все. Вынимай. Коллеги, я бы на тот момент обратил внимание с точки зрения антуража, того, что происходит внутри футбольного поля практически. Во-первых, в то время, как Сергей Игнашевич готовился пробивать эти 11-метровые отметки, Марио Фернандес находился здесь, рядом с технической зоной ЦСКА. Соответственно, получал определенные указания от Леонида Слуцкого. И, как я для себя понял, эти указания касались того, что нужно действительно на правом фланге нагнетать и большую активность... Продолжение следует...